АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Общая площадь центра более 800 квадратных метров. Он соответствует всем необходимым федеральным требованиям. Здесь на одной площадке собраны институты развития и организации, с которыми взаимодействует малый и средний бизнес. Это Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства со всеми функциональными подразделениями. Микрофинансирование, центр экспорта и франчайзинга, инновации социальной сферы. Также присутствует многофункциональный центр для бизнеса, где можно, например, зарегистрировать предприятие в режиме единого окна. Есть приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области и другие возможности. Здесь расположен первый в Нижнем Тагиле каворкинг и лекторий на 100 человек для проведения различных мероприятий. Центр «Мой бизнес» по федеральному проекту просто должен иметь свой каворкинг. Прежде чем спроектировать вот это пространство, мы проехали, изучили опыт каворкингов, которые действуют в Екатеринбурге. Попытались понять, кто наша целевая аудитория, для кого вот этот формат офисных помещений может быть полезен. В первую очередь это начинающие предприниматели, которым не нужно вкладываться в инфраструктуру, не нужно покупать мебель, подключаться к интернету. Все это они могут получить здесь. Первый год мы планируем, что для предпринимателей вот это пространство будет предоставляться бесплатно. Центр поддержки – это один из инструментов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цель которого – увеличение численности занятых в 2024 году в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек в целом по стране и до 800 тысяч человек на Среднем Урале. Центр «Мой бизнес» – это якорная тема в рамках национального проекта. Это для нас основной коммуникационный канал с предпринимателями. Безусловно, большое количество инструментов поддержки было выработано за все эти годы, появляются новые. Мне очень отрадно было узнать, что Свердловская область уже приступила к работе по франшизе. Это очень перспективная тема, и под нее будут разрабатываться и уже будут предоставляться особые финансовые меры поддержки. Центр «Мой бизнес» – якорная тема из точки зрения брендирования. Все центры «Мой бизнес» в России будут и уже брендироваться по единому формату. В мероприятии приняли участие представители администрации Новоуральского городского округа и Новоуральского фонда поддержки предпринимателей в ближайшее время на нашу промышленную площадку. Начнут активно входить резиденты, которые пока находятся на стадии регистрации предприятий, в управляющей компании территории опережающего развития «Атомтор». Это новые рабочие места. А также с приходом инвесторов значительно оживится бизнес-климат. Заработают механизмы производственной кооперации между предприятиями ТОСЭР и городским малым и средним бизнесом. Возможности промышленной площадки лично я оцениваю, конечно, очень высоко, потому что надо понимать, какой кадровый потенциал вообще был на Уральске, вообще во всех наших атомных городах. Я достаточно часто на Уральске бываю, и там как не инженер, так это выпускник Бауманского училища. То есть представляете, какая подготовка, техническая подготовка. Но сегодня технический прогресс, естественно, не стоит на месте. И это надо четко осознавать, что процессы роботизации, автоматизации производства, они неминуемо ведут к оптимизации персонала. При том уровне социальной инфраструктуры, которая у нас создана в наших атомных городах, естественно, желания, какого-либо желания из этих городов уезжать у людей нет. Их важно обеспечить высокопроизводительными рабочими местами. Но для того, чтобы эти рабочие места появились, конечно же, необходимо создать условия. Мы достаточно долго работали вместе с руководством Росатома, вместе с Минэкономразвития России. И эти решения состоялись сегодня в отношении наших двух атомных городов. Принято решение по созданию ТАСЭР. И это, конечно же, позволит нам реализовать те идеи, которые, в общем-то, они уже структурированы, сформированы. У нас заключен ряд соглашений уже с потенциальными резидентами. Конечно, подобные центры – ощутимая поддержка как для стартапов, так и для давних и успешных бизнес-проектов. Кроме федеральной и региональной финансовой помощи, предлагается обширная образовательная и дискуссионная программа. Практически каждый день здесь будут проходить семинары, тренинги, форумы и креатив-сессии. Записаться на мероприятие можно через сайт фонда. Отметим, что Новоуральск, особенно в свете предстоящей работы по реализации проектов, территория опережающего социально-экономического развития, также заинтересован в создании подобного ресурсного центра и в нашем городе. Это новый формат, который теперь показывает свою эффективность и пошел по всей стране. То есть мы сегодня увидели около 30 регионов, которые приехали навстречу поздравить наших коллег. То есть это, собственно, вся страна. Это все представители центров «Мой бизнес». Значит, ну это прежде всего площадка, площадка притяжения бизнеса для дальнейшего роста, для дальнейшего обучения, для дальнейшего формирования своей позиции. То есть это очень удобный, эффективный инструмент. Идет переформатирование некоторых понятий. То есть мы, допустим, уходим от инкубаторов, переходим в формат каворкинга. Вот сегодня мы увидели совершенно замечательную форму каворкинга. Он будет в Тагиле, насколько я понимаю, даже круглосуточный. По положению федеральной программы «Минэкономразвитие» центры «Мой бизнес» будут открываться в городах с населением более 100 тысяч человек. Но инициативы от малых городов также рассматриваются. Навуральский фонд поддержки и предпринимательства сразу выразил заинтересованность в создании подобного формата в нашем городе. У нас на Уральске тоже очень хороший центр поддержки. Мы, в принципе, предполагаем дальнейшее развитие, там тоже делать центр «Мой бизнес». Потому что это такая крайне востребованная тема, по нашему мнению, предпринимателей. И то, что касается территории переезжающего социально-экономического развития, очень интересное направление. Мы знаем, что это будет пользоваться большой спросом. Также в рамках мероприятия «Средства массовой информации» и руководители областных и федеральных профильных министерств побывали на предприятии «Иридиум Мобил», которое разрабатывает программное обеспечение для умных зданий. АйТи-компания сотрудничает с 72 странами. Разработки тагильчан используют на Екатеринбург-арене в небоскребе Бурдж-Халиф в Арабских Эмиратах, в здании Европарламента в Брюсселе и многих других известных строениях. Подробнее об успешном опыте ведения бизнеса, высокотехнологичной сфере АйТи-технологий и возможностях, предоставляемых предпринимателям в центре «Мой бизнес» расскажем в программе «Грани» в наших следующих эфирах. Мария Антонова, Павел Сизов, Объектив. Итоги.